Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о быстром Чехе и быстром Шведе. Компания Skoda полностью обновила всю линейку моделей Octavia. Это хорошо, особенно учитывая, что она у нас появится. А очень хорошо то, что нам привезут самую мощную модификацию Octavia RS. Надо сказать, что в своей нынешней инкарнации модель стала агрессивнее и строже. Наивный взгляд фар уступил место хищному прищуру, да и аэродинамический обвес добавляет экспрессии. Liftback получил новую развлекательную систему с экраном больше 9 дюймов, которая способна понять все имеющиеся смартфоны на планете Земля. Но самое главное, и это очевидно, под капотом. Автомобиль приводится в движение с помощью двухлитрового бензинового турбомотора. В новом поколении он стал мощнее и теперь выдает целых 230 лошадиных сил и 350 ньютонов крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км в час, что дает нам понять приблизительный потенциал автомобиля. До сотни же Octavia RS разгоняется за 6,7 секунды. Внушает. Цены нам пока не сказали, но настоящих поклонников этой машины цена никогда не интересовала. Шведы из Volvo взяли курс на полную смену модельного ряда ровно как и Skoda. Поэтому, хоть и не так резко, взялись за дело. Еще недавно нам показали абсолютно новый седан S90, выполненный в новой стилистике бренда. Автомобиль получился массивным, но не тяжелым, за счет узких фар и узкой решетки радиатора. А теперь еще пришло время и спортивной версии седана. Она зовется R-дизайн. От стандартного автомобиля ее можно отлетить по иной решетке радиатора, которая интегрирована в бампер, спортивным колесам и заднему спойлеру. Кроме этого, шведский спортседан изменился и внутри. Например, появились спортивные сидения и элементы дизайна, которые намекают нам на характер машины. В самой мощной версии S90 комплектуется бензиновым двигателем мощностью 320 лошадиных сил. Неплохо так для шведа. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин